Здравствуйте! Утилита ONDO Shutup 10 Plus это бесплатная портативная программка, которая позволяет несколькими кликами отключать и включать большинство настроек телеметрии, безопасности и конфиденциальности Windows. Утилита работает в Windows 10 и уже поддерживает Windows 11. В этом видео рассмотрим на примере десятки. Приступаем! Разговоры о том, что Windows шпионит за пользователем идут постоянно. Microsoft с помощью своей операционной системы собирает большое количество данных. Он отслеживает поведение пользователя, какие сайты тот посещает, какие запросы вводит в поисковую строку, контролирует, какие записи пользователь делает в календаре, определяет местонахождение устройства пользователя, собирает диагностические отчеты и другие данные. На основе этих данных формируется некий профиль пользователя. Не путать с профилем в какой-нибудь социальной сети. Профиль этот принято называть рекламный идентификатор. На основе этого профиля система начинает показывать персонализированную рекламу и предложения в интернете. То есть пользователь видит предложение того, что он недавно искал, а также похожие варианты. Это повышает шансы, что пользователь заинтересуется предложениями и что-нибудь купит. Все это было бы не так плохо, если бы была уверенность, что эти данные будут надежно храниться и не попадут к кому-то еще. Многие пользователи не хотят делиться данными о своей активности. Чтобы ограничить Windows возможности сбора информации нужно изменить некоторые настройки. В первую очередь настройки конфиденциальности, безопасности и телеметрии. Эти настройки расположены в разных местах параметров десятки. Утилита ONDO Shutup 10 позволит сэкономить время, сделать нужные настройки быстрее. Давайте скачаем утилиту и посмотрим как она работает. В описании видео я подготовил линк на официальный сайт программы. Под номером 1 нажимаю. Здесь есть зеленая кнопка Download. Можно нажать на нее. Также есть кнопка для загрузки в верхнем меню. Нажимаю. Утилита скачалась. Закрываю браузер. Открываю загрузки. ONDO Shutup 10++ это портативная программа. Она не требует установки. Запускаю скачанный файл. Подтверждаю. Закрою проводник. Утилита имеет простой интерфейс. Здесь большинство настроек находится в общем списке. С удобными движками, а также рекомендациями. Сразу же о настройках языка. Если утилита открылась у вас не на русском, а вы хотите именно его, то нажимайте третью кнопку слева. В английском варианте она называется View. Здесь навожу на нижний пункт Change Language. Как видно русский присутствует. Выбираю его. Появилось уведомление, что для смены языка необходимо перезапустить приложение. Подтверждаю. Теперь программа на русском. Сразу еще пара настроек интерфейса. Под той же кнопкой Вид можно поменять цвет фона переключателей на синий-серый. Вот так это будет выглядеть. Верну обратно. Также в утилите есть темный режим. Кто-то захочет такую настройку. Можно вернуть светлый. Или включить использование системных настроек. Если у вас в системе меняется тема в зависимости от времени суток, то утилита будет включать режим в соответствии с ними. Прежде чем перейти к настройкам, очень рекомендую создать точку восстановления системы. Если вы впервые используете эту утилиту и не считаете себя уверенным пользователем, то лучше сделать резервную копию. Утилита это совсем не игрушка для начинающих. Неопытный пользователь может серьезно нарушить работу некоторых функций простым переключением движка. Это в основном касается не рекомендованных и условно рекомендованных пунктов списка. Они помечены желтыми и красными точками. О том как забэкапить систему, другими словами сделать резервную копию системы у меня есть отдельное видео. Линки есть в описании. Подстрахуйтесь обязательно. Не пренебрегайте этой возможностью, чтобы не писать потом в комментариях, что перестало работать то или это. Для создания точки восстановления в программе есть собственная кнопка. Однако она сработает только если у вас включена защита системы. Быстро включу ее. Кроме того при создании точки восстановления из меню программы название точки будет стандартным системным. Такую точку потом трудно найти. Я рекомендую перед использованием утилиты самостоятельно создать точку восстановления с понятным названием. Подробно говорил об этом в этих видео. Создаю точку восстановления. Присвою ей вот такое название. Вы можете назвать как вам удобно. Готово. Возвращаюсь к утилите. При первом запуске программы она считывает из системы все настройки с которыми она работает и показывает эти настройки в виде этого длинного списка с переключателями. То что я делал до этого была настройка интерфейса программы. В системе пока утилита ничего не изменила. Первое что рекомендую сделать сохранить эту дефолтную конфигурацию. Это можно сделать нажав на кнопку файл и выбрав экспорт параметров. В этом окне нужно выбрать папку где сохранить файл конфигурации. Это может быть любая папка. Я сохраню в папке документы которая открылась. Можно создать отдельную папочку. Назвать ее как-нибудь вот так. Вы можете придумать свое название. Нажимаю кнопку открыть. К стандартному имени файла лучше добавить что-то чтобы было понятно что это настройки из коробки. Например вот так. Нажимаю сохранить. Дефолтные настройки сохранены. При необходимости можно будет восстановить их. Все настройки собраны в общий список и распределены по разделам. Если навести на название настройки появляется вопросительный знак. Кликнув по названию мы видим краткое описание настройки. У каждой настройки есть рекомендация от разработчиков. Зеленый кружок рекомендовано. Желтый условно рекомендовано. То есть на усмотрение пользователя. Красный не рекомендовано. В первой колонке переключатель данной настройки. В правом положении настройка включена. В левом выключена. Таким образом сейчас мы видим состояние настроек которые есть в этой системе по умолчанию. Изменять настройки можно по-разному. Можно пройтись по всему списку и включить или выключить то что пользователь считает нужным. Для ускорения процесса в программе есть шаблоны настроек. Нажимаю опции. Здесь есть три варианта. Применить все рекомендованные настройки. При этом в выборе все тумблеры помеченные зеленым будут переведены в правое положение. Давайте проверим. Сейчас в этом блоке с зелеными пометками переключатели в разном положении. Выбираю этот вариант. Как видим тумблеры переключились в соответствии с моим выбором. Если пройтись по списку мы увидим что все тумблеры с зеленым кружочком в правой колонке переключены вправо. Программа изменила настройки системы. После этого можно попробовать поработать в системе. Узнать не перестало ли работать что-то нужное вам. При закрытии утилиты появилось вот такое уведомление. При установке обновлений Windows может изменить какие-то из настроек. Разработчики рекомендуют периодически после установки обновлений запускать утилиту. Она отслеживает изменения настроек и покажет те что были изменены без вашего ведома. Нажимаю да. При закрытии первого уведомления нам пишут что некоторые сделанные сейчас настройки требуют перезагрузки компьютера. Можно закрыть и перезагрузить позже или перезагрузить сейчас. Я выберу перезагрузку. Второй вариант. Применить все рекомендованные и частично рекомендованные настройки. Не трудно догадаться что в этом случае будут включены все переключатели помеченные зеленым и желтым цветом. Нажимаю. Снова появилось предложение создать точку восстановления. Нажимаю да. Утилита отправила запрос на создание точки восстановления. Как только точка была создана тумблеры переключились в соответствии с моим выбором. Третий вариант. Применить все настройки. При этом все тумблеры будут включены. Здесь же в меню опции можно отменить все изменения. Вернуть настройки по умолчанию. Здесь нас предупреждают что некоторые настройки не могут быть сброшены. Именно для этого и создается точка восстановления. Она поможет вернуть компьютер в состояние с настройками по умолчанию. И четвертый вариант. Это применить какую-нибудь настройку и дополнительно сделать какие-то настройки самостоятельно. Включить или отключить дополнительные тумблеры. Например можно применить рекомендуемые настройки. После этого включить те строки которые пользователь знает и понимает или просто хочет протестировать. Включаю в первом блоке желтые настройки. При этом можно просматривать список целиком. Кому-то будет удобно поле поиска. Например если мне нужны настройки связанные с обновлениями. Ввожу например вот так. В разделе Управление обновлениями Windows вот эта настройка отключает автоматическое обновление системы. Если вы не используете OneDrive то можно отключить его. Чтобы отключить поиск достаточно просто нажать на крестик. После такой индивидуальной настройки неплохо создать собственный файл конфигурации. Нажимаю Файл. Экспорт параметров. У меня открылась моя папка с настройками. В название файла добавляем что-нибудь понятное. Я добавлю вот так. Нажимаю Сохранить. Файлы конфигурации можно восстановить как на этом компьютере так и на другом. Просто скачав программу с сайта разработчика. Для этого просто запускаю программу. Нажимаю Файл. Импорт параметров. Нахожу папку в которую сохранены конфигурации. Выбираю нужный файл. Нажимаю Открыть. Здесь мне написали что не было произведено никаких изменений в существующей конфигурации. Это произошло потому что я восстановил ту же самую конфигурацию которую только что сохранил. Если между запусками программы настройки были кем-то или чем-то изменены то программа сообщит об этом при следующем запуске. Я закрыл программу а теперь включу через параметры рекламный идентификатор. Пуск. Параметры. Конфиденциальность. Здесь на вкладке Общие. Разрешить приложением использовать идентификатор рекламы. Включаю. Закрываю. Теперь запускаю утилиту. Утилита вывела уведомление что с момента последнего запуска настройки были изменены. Эти изменения выделены ниже. Мы видим что настройка идентификатора выделена в списке. Мы можем оставить эти изменения или вернуть предыдущие настройки. Можно нажать на эту кнопку и тогда будут показаны только те строки которые были изменены между запусками программы. Нажимаю. Теперь можно вернуть изменения. То есть снова выключить рекламный идентификатор. После этого можно продолжить работу с утилитой или закрыть её. Спасибо за просмотр. Если видео было полезно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал если ещё не подписаны. Чтобы не пропустить следующий ролик. Возможно это видео пригодится вашим друзьям. Близким. Поделитесь с ними пожалуйста. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.